МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В программе новости Большого округа о самых главных событиях начала недели. В студии Константин Гиргая. Смотрите сегодня в выпуске. У нас Пушкинская поликлиника занимает 3-е место по всей области. Поэтому она, в принципе, на хорошем счету. И все показатели, которые мы контролируем в ежедневном режиме, здесь выполняются. Развитие цифровых технологий, ремонт и строительство новых медучреждений. О чем еще говорили на встрече в Пушкинской больнице представители правительства и Министерства здравоохранения Московской области. Доильный бачок. Самая простая, самая примитивная доильная установка. Но несмотря на это, несмотря на новые технологии и роботы, он не потерял своей актуальности. Успеть за 10 минут лучшего мастера машинного доения выбирали в округе. На конкурс приехали лучшие в своем деле. А нравится тебе деревья вообще рисовать? Да. Почему? Потому что они такие яркие и они красивые. А почему важно сохранять деревья, на твой взгляд? Потому что... Прекрасный дивный мир округ присоединился к эколого-просветительской акции. Об этих и других новостях прямо сейчас. Пушкинский округ посетили первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова и министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. Комиссия оценила работу стационара Московской областной больницы имени профессора Розенова, взрослой поликлиники номер один и детской поликлиники на Московском проспекте. Одна из тем визита – использование цифровых технологий в сфере здравоохранения. Все подробности у Жанны Лавянниковой. Свой рабочий визит в Пушкинский округ первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова начинает с посещения приемного покоя стационара Московской областной больницы имени Розенова. В составе комиссии также министр здравоохранения области Алексей Сапанюк, его заместители. Гостей встречают глава округа Максим Красноцветов и заместители. Проверяют, как здесь работают с пациентом с момента поступления в приемное отделение. Сначала данные вбивают в систему ЕМИАС. Дальше направляют на необходимые исследования. У вас он только на стационаре работает? Сколько у вас потребность? Здесь сколько времени хватает людей? Сейчас 40-50 человек. Комиссия проверяет все. Каждый заместитель министра по своему направлению. 11-й корпус, 2-й. Здесь осматривают хирургическое отделение, травматологическое. Общаются с врачами и пациентами. В эту минуту идет расшифровка снимков. Прямой проекции достоверных переломов? Ничего нету. Нету, не вижу. Боковую проекцию открываешь. Переломов, как видите, нету. Комиссия интересуется, работает ли голосовой ввод. Способ заполнения меддокументов, когда врач диктует, а система сама вводит данные. Он стал доступен с прошлого года и позволяет сократить время описания исследований на 50%. А вы можете во время того, как вы смотрите, еще надиктовывать? Да. Это можно сделать вот так, перетащив вкладку. А, знаете, вводка. Комиссия оценивает в том числе, как идет переход здравоохранения в Подмосковье на качественно новый уровень, как проходит цифровизация, которую губернатор Андрей Воробьев назвал ключевой задачей при развитии медицины. По всей Московской области у нас есть достаточно большое количество проектов. Они в основном касаются именно поликлинического завина, но и стационарного тоже. Это и ведение электронных медицинских кард, и спонсоризация за два часа, это организация работы пунктов забора крови, ну и еще много разных других. Поэтому мы приехали сюда сегодня комплексной такой бригадой, чтобы посмотреть по всем направлениям и материально-техническую базу, и состояние оборудования, и как процессы организованы. Во взрослой поликлинике номер один, а она занимает третье место по области, отмечает Светлана Стригункова, делегация проверяет, как идет диспансеризация. На осмотр по записи в идеале уходит не больше двух часов. За последние пять месяцев профосмотры здесь прошли пять тысяч человек. Сейчас именно по процессам и тем показателям, которые включены в комплектный рейтинг, у нас Пушкинская поликлиника и занимает третье место по всей области. Поэтому она в принципе на хорошем счету, и все показатели, которые мы контролируем в ежедневном режиме, здесь и выполняются. Как сделать процесс еще более удобным, интересуются здесь же у пациентов. Суббот все-таки это день, который нужен. Да, часто очень работаешь. В целом впечатление от визита, я думаю, что у и министра, и первого заместителя-председателя осталось в большей степени позитивным. Поэтому есть над чем работать, мы знаем, куда двигаться. Поэтому будем стараться и в ближайшее время будем все замечания, которые выявлены, устранять. Завершается визит в детской поликлинике на Московском проспекте. К ней прикреплены 20 тысяч детей. Здесь также смотрят, как налажен рабочий процесс. Оформление электронных карт, проведение профосмотров, диспансерного учета, чтобы перенести лучшие практики в новую детскую поликлинику, строительство которой вот-вот начнется. Определена подрядная организация, расчищенная площадка. Я думаю, что если все нормально, там процессы вопроса согласования завершатся, то к концу июня, наверное, там уже будет появиться котлован для фундамента нашей новой детской поликлиники на 400 посещений в смену. В стационаре также вскоре стартует ремонт. Часть нагрузки на это время возьмет на себя Ивантеевский филиал. Жанна Ловенько, Сергей Денисов, Евгения Федорова, Анна Белова. Новости Большого округа. Лучший по профессии. Так называется конкурс среди мастеров, которые занимаются машинным доением коров. Он прошел на территории округа и собрал конкурсантов из самых известных племзаводов области. Из Домодедова, Дубны, Истры, Раменского и, конечно же, нашего завода Зеленоградская. 17 человек боролись за звание лучшего. Анастасия Спирина расскажет подробнее. Торжественное открытие 30-го конкурса лучшей по профессии среди мастеров машинного доения коров состоялось. В этом году нашему округу и заузе Леноградской, в частности, выпала честь принимать у себя конкурс. Доярки, доеры или теперь операторы машинного доения – важное звено в сельскохозяйственной цепи. Именно поэтому им уделяют такое внимание. С приходом новых технологий животноводства можно построить замечательные дворцы для коров, привезти животных высокопродуктивных, заготовить корма. Но если выпадет одно звено, квалифицированные труженики на ферме, которые именно получают молоко от животного, можно все эти усилия свести практически на нет. Начали с теории. Нужно было ответить на 40 вопросов. Их заранее высылали участникам. Можно было ознакомиться и подготовиться. А после практика собрать доельный аппарат практически как автомат Калашникова – главный инструмент для операторов доения. Он ручной, но на многих фермах еще используется. Самый первый – это доение ведро, доильный бачок. Самая простая, самая примитивная доильная установка. Но несмотря на это, несмотря на новые технологии и роботы, он не потерял своей актуальности, поскольку надо иногда подоить отдельно корову, отдельно с какими-либо некоторыми патологиями и так далее. 5 минут 30 секунд дается на все. Аппарат не был в использовании. Чтобы разобрать, надо приложить недюжую силу. Оценивают правильные сборки и культуры. Нельзя, чтобы детали упали на пол. А это уже на практике непосредственно дойка коровы. Надо правильно одеться, обработать вымя, смазать его, провести тестовую ручную дойку, убедиться, что мастита нет. После приступить к доению. Почти все участники с большим опытом работы, но волнуются, как в первый раз. Дрожат руки и голос. Технический процесс, оснащение – важные моменты. Но человеческое отношение к животному никто не отменял. Коровы чувствуют и не даются. Я очень рада, что я попала на этот конкурс. Спасибо большое всем за участие и за то, что я здесь поучаствовала. Конкурс проходил с четыре этапа. Участникам было за что бороться. Во-первых, это признание среди областных коллег. Денежный приз и, возможно, ведомственная медаль. Также лучший оператор машинного доения поедет на всероссийский конкурс в Нижний Новгород. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Меняем сигарету на конфету. Профилактическая акция о вреде курения прошла в Пушкинском. Ее проводят ежегодно во Всемирный день без табака. Людям рассказывают о вреде курения, показывают, насколько опасна для здоровья их вредная привычка. Курение – причина многих заболеваний. Несмотря на то, что о его вреде знают все, пагубная привычка все так же остается у многих людей. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, был учрежден Всемирный день без табака. Ежегодно его отмечают 31 мая. Чтобы в очередной раз напомнить о том, как негативно влияет курение табачных изделий на здоровье людей, в нашем округе прошла акция «Меняем сигарету на конфету». Ее провели сотрудники молодежного центра «Точка притяжения» и волонтеры Подмосковья. Естественно, это профилактика того, чтобы люди бросали курить. Это очень важно, потому что это здоровье нашей нации. Ну и, наверное, курильщик, который получит конфету, может быть, задумается, что, может быть, именно сегодня ему стоит бросить курить. Эта акция направлена на борьбу с табакокурением и пропаганду здорового образа жизни. Участникам предлагалось выбросить сигарету и вместо этого получить конфету. Вот как это было в Пушкино. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. С таким же предложением активисты обращались и к жителям Красноармейска. Реакция людей была разной. Кто-то с улыбкой на лице менял свои сигареты на сладости. А некоторые не захотели принимать заботу о своем здоровье всерьез. Нам кажется, что акция нужна для того, чтобы люди задумывались о своей жизни, о переменах в ней, а также меньше курения. Поэтому курить очень плохо. А в риде курения напоминали всем жителям. Волонтеры провели профилактические беседы с подростками. Тех, кто прослушал информацию, также награждали сладкими подарками. Курить бедно. Всех курильщиков призывали отказаться от сигарет хотя бы на один день. И задуматься о том, насколько эта привычка вредит здоровью. Мария Лихобавенко, Владимир Овсянков, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Как правильно стоять, держать удар и быть здоровым? Как правильно реабилитироваться детям после серьезных травм? Об этом и многом другом рассказали в клубе боевых искусств МКТИМ. Представителям общественной организации «Виктория» и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Пушкинский. Талисман в виде черного кота с сердечком на шее. Таблица с 10 заповедями спортсмена ММА на входе, которую должен знать каждый боец. Защитный канал в зале, громкие аплодисменты и много шариков. Международный день защиты детей. Федерация смешанного боевого единоборства ММА городского округа Пушкинский открыла клуб боевых искусств МКТИМ. Идея создания на самом деле зародилась уже давно. Я являюсь вторым президентом федерации. Основателем является наш друг, в честь кого мы открыли этот зал. То есть с того дарнего времени мы болеем этим созданием клуба, созданием федерации. Кузнечикин Мамука Владимирович, мы с ним давно очень знакомы. И вместе открыли эту федерацию, начинали это все. Вместе тренировали детей, растили. Но, к сожалению, жизнь непредсказуемая вещь, его с нами не стало. И мы решили не забыть это дело, продолжить то, что вместе мы начинали с ним. На день открытых дверей поддержать федерацию пришли коллеги, друзья, ученики, а также представители из общественной организации «Виктория». Под ее опекой находятся более 80 детей. В наших планах сотрудничество с благотворительным фондом «Виктория». Они помогают деткам с ограниченными возможностями. Мы с ними сотрудничать хотим. Также они будут к нам приходить заниматься. И мы хотим разработать совместно с этим фондом курс реабилитации для детей, который мы сможем здесь проводить, помогать деткам реабилитироваться от каких-то травм. Совсем недавно мы познакомились с Никитой и Давидом, которые пришли совершенно случайно к нам, потому что они знали, что в Кушкинском округе есть такая организация, где есть дети-инвалиды. И предложили свою помощь. Федерация смешанного боевого единоборства сотрудничает также с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дети из неблагополучных семей смогут обучиться боевому искусству, которое поможет им выработать дисциплину, повысить уровень физической подготовки, а также в будущем стать профессиональными бойцами и достичь высоких результатов в этом спорте. Мы взаимодействуем с руководителями клуба в том направлении, что работаем с трудными подростками. И для того, чтобы их вовлечь в спортивную деятельность, в организованную форму досуга, соответственно, мы призываем к помощи руководителей спортивных организаций. И руководители ММА обратились к нам с тем, что они готовы помочь. Взять наших деток, которые нуждаются в помощи, которые проживают в неблагополучных семьях, материально необеспеченных семьях, и они готовы с ними заниматься спортом. Дисциплина, трудолюбие и уважение в первую очередь к соперникам, а потом и к себе, желание и упорный труд – главные заповеди, о которых должен помнить каждый настоящий спортсмен ММА. Ведь этот вид спорта закаляет не только физически, но и духовно. В день его открытия, этому клубу я готов пожелать всего самого наилучшего, потому что этот клуб нашего брата – наша часть души. И каждый здесь, кто будет заниматься, будет свой вклад вносить в имя нашего брата. Каждый, кто будет здесь заниматься, будет завоевывать свои первые места. Алина Рогожина, Владимир Овсяников, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Прекрасное «Зеленое» Пушкинский округ присоединился к эколого-просветительской акции, посвященной сохранению нашей земли. Она называлась «Рисуем зеленый мир и экологию» и проходила одновременно во всех муниципалитетах Подмосковья. Как все прошло, расскажем в нашем материале. Рисуем «Зеленый мир» в Пушкинском. В городском парке Ивантеевке открылась настоящая художественная мастерская. В честь Дня защиты детей и Всемирного дня охраны окружающей среды посетители взяли в руки мелки. Нарисовать предстояло «Зеленый мир» и экологию, кто как видит и понимает. Первыми на асфальте появились мальчик и девочка, взявшись за руки. Девочка и мальчик – это такое олицетворение. Поскольку человек – это самый более сильно представленный вид, мы заостреваем дома и мы в ответе за природу. Вокруг яркой парочки почти сразу выросли деревья всех видов и размеров. А нравится тебе деревья вообще рисовать? Да. Почему? Потому что они такие яркие и они красивые. А почему важно сохранять деревья, на твой взгляд? Потому что… чтобы земле не выйдет. Акцию организовали представители Московской областной думы и общественной палаты области, чтобы объединить ребят всех возрастов до их родителей в общем желании подольше сохранить планету «Зеленой». Объединить всех в добром порыве получилось. Некоторые художники взялись за краски раньше, чем научились говорить. А в Пушкино малыши расценили такой ассортимент мелков, как вызов заняться скульптурой. На всех площадках в округе художникам помогали представители «Единой России», молодой гвардии, волонтеры Подмосковья. В Красноармейске у школы номер три на асфальте появилась целая земля с любимыми родителями, домашними животными и в цветах. Каждый спешил внести свой штрих в общую картину. По задумке организаторов, дети творили во всех муниципалитетах области одновременно. Мир, по крайней мере, на это время, как заметили сами художники, оказался полон любви. Жанна Лавянникова, Мария Ильхабабенко, Сергей Денисов, Антон Орловский, Мария Головачева. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде. Она начинает реабилитироваться. Холодный антициклон уступает место теплому. Во вторник, 6 июня, температура воздуха прогреется до 20 градусов днем, а ночью до плюс 13. Ветер западный 3 метра в секунду и без осадков. Это были все новости к этому часу. С вами был Константин Гергая. Всего вам доброго и хороших новостей.